Доброе утро! Сегодня понедельник, 12 сентября. Завтрак. Вкусный, быстрый. Соня на уроках. Сейчас буду Лешку поднимать и будем завтракать. Всем приятного аппетита, хорошего рабочего дня и рабочей недели. Пусть у вас все получается. Свет вчера дали, как и обещали, около 12. Поэтому Леша меня разбудил. Я смонтировала видео, выложила. Мы уже его посмотрели. И вторецкий свет дали тоже, ближе к ночи. Это уже что-то. Мы собрались съездить на рынок Днепр. Леша качает колеса. Немножко у спустились. Купим овощи. Рыба закончилась, нужно купить. И еще у нас барахлит замок. Нужно найти на Днепро. Какая-то личинка, которую нужно поменять. Ну, Душа соображает в этом. Посмотрим, делают ли такие, продают ли такие. В общем, потому что замок старого образца. Не знаю, получится у нас найти его или нет. Так что... Так, Соня делает уроки. Ей там очень много всего позадавали. И песню нужно выучить по украинской литературе. Завтра сдавать ее нужно. В общем, она вся в делах. Вот так. Сегодня у меня должна была быть встреча с Инной на депиляцию лазерную. Но у нее сломался лазер. Выдает какую-то ошибку. Вот. Она отправила его в сервисный центр. И как только будет что-то известно, она мне даст знать. Поэтому сегодня встреча отменена. И записалась на маникюр к Наташе на 20 число, по-моему. Хотела 15-го, но она уехала из города. Ее нет в городе. Самое ближайшее на 20 число. Потому что уже тоже сильно отросли. Неудобно работать, когда длинные ногти. Ну, вроде все вам рассказала. Четеро или пятеро, я не помню. Да, они сейчас не выйдут, они боятся. Все? Да. Вернулись мы домой. Были на рынке Днепру и в Велмарте. В Велмарте купили хлеб. Вот такой хлеб для тоста. Пряники любимые. Зефир. В Велмарте очень хорошая цена, кстати, на зефир. Дешевле, чем в АТБ. 38 гривен. За рыбу отдельная история. Я удивлена. На рынке Днепро рыба стоит 360 гривен. И визуально она мне не понравилась. Прям ледышка целая. Зашли в Велмарте. Там свежая рыба стоит 599 гривен килограмм. Это тоже дорого. В общем, я нашла уже слабо соленую вот такой в упаковке. Тут 300 грамм. И вот эта рыба, здесь хвостовая часть, тут есть кусочки шкуры, стоит 166 гривен. Но это по-любому дешевле, чем по 599 гривен свежая рыба. Ну, вот так. Леша сказал вообще ему не давать эту рыбу. В общем, это я буду есть я. Соня не любит рыбу, так что. Я не могу. Я лучше никакую колбасу и мясо есть не буду. Я лучше себе бутерброд с рыбой буду утром делать. И в Велмарте дешевле финики. По 9 гривен финики. Ой, финики, господи. Это инжир. Две штучки купили. Паштет вот этот очень вкусный, домашний. Для выпечки ванильный сахар. Моцареллу взяли. Соня любит такой сыр. Острую горчицу купили. Кетчуп закончился. Салатик. Соня йогурт. Семечки. Леша пиву такую соломку. Паутинка из судака. Очень вкусная. И на пробу взяли нашим котейкам фирму Зоолюкс. Вот такой паштет с индычкой. Не знаю, будут они его есть или нет. Тут это 10 гривен стоит. Рынок. Купила баклажаны. По 65 гривен. Зелень нам отдали последнюю по 10 гривен. 10 гривен укроп и петрушка 10. Помидоры красивые, вот такие, розовые, маленькие. Огурцы по 55 гривен, тоже маленькие, красивые, вот такие. А перец красный. А перец помнишь, почему я его купила? 60 гривен. Не, мне кажется, по 40 гривен. Да. И сливы купили килограмм. Всего лишь 15 гривен сливы стоят. Чтобы осенняя хандра нас не атаковала, хочется чего-то сладенького. Зашли в Рошен магазин. По акции были вот такие шоколадки. По 18 гривен. Вот темный шоколад. Черный шоколад с орешками. Потом взяли на развес. Птичье молоко с мармеладом. По 199 гривен килограмм. Сейчас я вам покажу. Или когда будем пробовать, покажу. И не удержались, купили вот такой тортик. Кстати, это второй торт, который мы покупаем в Киеве. Первый раз мы покупали торт на папан день рождения, если вы помните. И вот сейчас не удержались. Соня тоже очень хочет тортик киевский. Но этот, кстати, дешевле. Этот киевский торт стоит 219 гривен 450 грамм. А этот тортик весит 850 грамм. И стоит он... Леш, сколько торт стоит? 100? Нет. 80? Нет. А сколько? 200 с чем-то он стоит. 220, значит. Тоже 219 стоит, как и киевский. Что-то такое, только тут больше, тут почти килограмма, там 450. В общем, цена практически такая же, как у киевского, только тут по весу 850. Называется 4 стихии. Тут много разных коржей. В общем, мы когда разрежем, я покажу в разрезе. Мы такой никогда не пробовали. Но по описанию вроде бы должен быть ничего. Вот, вот, картинка. Такие тут слои. Бисквитное тесто. Ну, попробуем. Вот и все наши покупки. Как и обещала, показываю вам. Вот так выглядит птичье молоко. Сейчас я попробую. Мармелад фруктовый. Тонкий шоколад очень вкусный. И птичье молоко. Прикольно. Мягкий, свежий, вкусно. Далюшины конфеты. Птичье молоко очень сильно любит. И мармеладные такие конфетки любит. Вкусно. У нас папа учит уроки с Софией. Алгебру помогает. Ищет икс. Взял лупу. Сказал, с лупой лучше икс найдется. И поэтому поехал в лес. Я самодель. Только что решали алгебру. Вспоминали школу. Даже пришлось бабушке звонить. Консультироваться. Но вместе мы победили алгебру. Я надеюсь. Ой. Эти минусы, плюсы. Ничего, разобрались. Все в порядке. Котикам подстригла всем когти. Почти всем. Остался кекс. Но кексу стричь когти, это истерика всегда. Он единственный, который прям очень плохо это переносит. Я видела, кстати, Леш, лайфхак. Одевается, просовываются лапы кошачьи и подвешивается кот. Такую простынку с дырочками четырьмя. И у него лапы на весу, и можно подстрижь легко когти. Никуда он не денется. Че бедный кот. А так бедные хозяева. Другого выбора нет у кота. Только согласиться. Фи-си-си-ка. Фи-си-си-ка. Алиса. Марси, Марси, Марси. Класс, я лежу. Пришло время холодов. А я в шортиках. У меня палец за ним мелод холодный. Вот так вот. За мне жарко. Алиса. Девчата на мне лежат. Угу. И не хотят даже уходить. Фи-си-ка. 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 Девочки, хочу предложить вашему вниманию быстрый, самое главное, очень вкусный салатик. Нам понадобится банка шпрот, кусочек сыра твердого, небольшие огурчики, майонез, хлеб, чтобы сделать сухарики и у меня отвариваются яйца. Количество ингредиентов на глаз. Я думаю, вся банка шпрот туда не пойдет, половина точно. Я варю 4 яйца. У меня маленькие огурчики 5 штук. Небольшой кусочек сыра. Я сейчас и скажу, сколько тут у меня грамм. 100 грамм. И 5 кусочков хлеба. Значит, первое, что мы делаем, мы режем хлеб на полосочки. Если сухарики останутся лишние, то наша дочь их поест без салата. Я вообще не знаю, как она к этому салату отнесется, потому что шпроту она не ест. Посмотрим. И мы не будем ей говорить, что там шпроты. Теперь выкладываем их на противень. Вот так это выглядит. Отправляем в духовку. Тем временем нарезаем огурчики. Огурцы готовы. Отправляем в миску. Теперь натрем сыр. Отправляем его к огурцам. Открываем банку шпрот. Я надеюсь, я могу это сделать без Алексея. Сейчас попробуем вот так воздух выпустить. Есть. Звук был. Значит, сейчас откроем. О, легко открылось. Ой, как же они пахнут. Это шпроты из Латвии. Из Риги. Да-да. Я, чтобы не пачкать доступу, хочу закрыть пакетиком. Я так часто делаю. Когда рыбу красную режу, тоже застилаю. В рецепте написано, что в масле нужно сухарики готовые замариновать. Не знаю, стоит ли это делать. Я, наверное, этого делать не буду. Я это масло вырю, ребят. И теперь достаем шпроты. Я возьму пока половину банки. А потом, когда перемешаю салат, уже будет видно, надо еще добавить или нет. И шпроты тоже нарезаем. Не забывайте за сухарики. Вот прошло пять минут, мои сухарики уже готовы. Сейчас они немножечко остынут. Духовку я выключаю. И оставлю противень, пусть немножко они остынут. Тем временем у меня остыли яйца. Я сейчас солью воду. Почищу. Будем нарезать яички. Поехали. Отправляем яйца ко всем остальным участникам салата. Есть. Добавляем сухарики. Я хочу добавить все. Они очень вкусные. Заправляем. У меня обычный майонез. Можно, я думаю, добавить сюда и йогурт. Ну, у нас будет классика жанра майонез. Добавляем ложечку большеньку и перемешиваем наш салатик. Расти попа под Новый год. Называется. А с другой стороны, лишь бы не было войны. Попу мы всегда в порядок приведем. Правильно, девочки? Правильно. Ну вот, прошло 10 минут. Наш салат вкусный. Готов. Сейчас будем пробовать. Так, ребятки, попробуем. Себе в тарелочку добавила. У меня нет слов. Ну да, бомба. Свежий огурец дает своему вообще бомба. Хрустящие сухарики. В общем, надо своих звать. Пока сухарики еще хрустящие. Рекомендую этот салат. Приготовьте обязательно. Быстро. Вкусно. Ну, я думаю, и не слишком дорого. Пять баллов. В Торецке сегодня целый день очень шумно, особенно ближе к вечеру. Взрывы участились очень громко во всех районах. Пишут о прилетах в стороне саманных. О разрушениях и о пострадавших информации нет. На микро-районе свет и связь есть. В тех районах, где не было света, к сожалению, так света и нет. Чем мы будем заниматься, Леша? Термо смотреть. Будем смотреть сериал, который и начинали смотреть. Преступление. Поужинали мы салатом. Он очень сытный, вкусный. Понравился и Соне, и Леше. Соня даже вопрос не задала, что там. Захомячила очень хорошо. Я уже ванну приняла, сейчас Сонечка, потом Леша и будем смотреть фильм и отдыхать. Написали в родительской группе, что завтра не будет биологии одного урока. Не знаю, почему. Сегодня информатики не было. Учитель написал, что не будет урока. Завтра биологии не будет. Песню она выучила, вроде бы как. Завтра у нее проверю. Завтра нужно будет учителю до вечера сдать. Как сдаются стихотворения, записывается видеоролик и отсылается учителю либо на Viber, либо в Telegram. Вот таким образом сдаются стихотворения. А Perikos по украинскому языку сегодня Соня сдала учителю онлайн. После урока Соня осталась и сдала на 11 Perikos. Вот так, ребята. Всем желаю спокойной ночи. Всех обнимаю. Желаю мира, добра, здоровья. Берегите себя, цените друг друга, помогайте друг другу, все будет хорошо. До завтра. Редактор субтитров Корректор А.